Компания Агроспецтехника Город Уфа осуществляет поставки новой сельскохозяйственной и спецтехники, а также прием на комиссию поддержанной техники. Специалисты компании производят дефектовку принимаемой техники, а при желании ее ремонт. Также действует система Trade-In. В наличии всегда есть новая и поддержанная техника. В этом и других подобных роликах мы будем рассматривать и при возможности тестировать технику, которая была выставлена на продажу. Вся необходимая информация размещена в описании под видео. Привет, друзья! Колесные тракторы Беларусь 80-й серии являются самыми массовыми тракторами не только на постсоветском пространстве, но и во всей мировой истории. Эти неприхотливые, долговечные и надежные, как автомат Калашникова машины, прочно заняли ведущие места в различных отраслях многих стран мира. Но основное остается все же сельскохозяйственное. А именно, они предназначены для работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями. Легко справляются с погрузочно-разгрузочными и транспортными работами. Трактор МТЗ-82.1-23-12 является прямым наследником своих заменитых предков. Основным его отличием является передний ведущий мост. Он имеет конструкцию портального типа с планетарно-цилиндрическими редукторами повышенной несущей способности. И дифференциалом, блокировка которого может работать в трех режимах. Выключено, включена принудительно и автоматическая блокировка при прогуксовке задних колес. Даже издалека его можно с легкостью отличить от его прототипа по колесам переднего моста увеличенного типа размера. 360 на 70 R24. Такие же устанавливаются на трактор МТЗ-1221. Такое решение позволило улучшить проходимость трактора, увеличить грузоподъемность фронтального погрузчика, навешиваемого на трактор, а также увеличить ресурс деталей переднего моста. Рулевое управление гидрообъемное, с насос-дозатором и гидроцилиндром в рулевой трапеции. В остальном трактор полностью идентичен трактору МТЗ-82.1, а именно. На тракторе установлен безнаддувочный 4-цилиндровый дизельный двигатель D243, мощностью 81 л.с. Он развивает максимальный крутящий момент не менее 298 ньютон на метр. При этом коэффициент запаса крутящего момента не менее 15%. Резерв топлива для него содержится в двух баках общей емкостью 130 литров. Муфта сцепления сухая, однодисковая. Коробка передач механическая и ступенчатая. Трактор имеет 18 передач переднего и 4 передачи заднего хода. Максимальная скорость движения вперед 34 км в час. Рабочая гидросистема трактора раздельно-агрегатного типа. Производительность насоса 45 литров в минуту. Гидронавесная система с высотным регулированием положения орудий. Заднее навесное устройство трехточечного типа, грузоподъемностью на оси подвеса не менее 3,2 тонн. Вал отбора мощности работает в двух режимах. В независимом двухскоростном, 540 и 1000 оборотов в минуту. Или синхронном режимах. Кабина трактора. Больше и комфортабельнее, чем у предыдущих родственных ему моделей. Она соответствует современным требованиям безопасности. Оснащена системами фильтрации воздуха, обогревателем салона. Опционально может оснащаться системой кондиционирования воздуха. В базовой комплектации кабина трактора одноместная. Но дополнительное сидение может быть установлено по специальному заказу. Габаритные размеры трактора без погрузчика. Длина 3,9 метра. Ширина 2 метра. Высота 2,8 метра. Колесная база 2,5 метра. Дорожный просвет 0,5 метра. Эксплуатационная масса 4 тонны. На тракторе уже установлен и готов к работе фронтальный погрузчик Universal 800R производства компании «Большая Земля», город Пермь. Грузоподъемность данного погрузчика в стандартном исполнении составляет 1 тонну. Если заменить гидроцилиндры на усиленные, то грузоподъемность увеличится до 1,5 тонн. Профиль стрелы коробчатого типа, с толщиной металла 6 мм. А на уязвимых участках 12 мм. Погрузчик крепится к трактору через усиленный подрамник, который в свою очередь крепится к трактору в трех точках – спереди, сзади и посередине. Гидросистема погрузчика состоит из двух гидроцилиндров подъема, двух гидроцилиндров разворота рабочих органов, трубопроводов и комплекта рукавов высокого давления, которые позволяют работать всем органам фронтального погрузчика. На погрузчик возможна установка различного оборудования, например, различные ковши, в том числе челюстной, бульдозерный отвал, виллы транспортные, виллы сельскохозяйственные, захват для бревен и многое другое. Высота погрузки стандартным ковшом составляет 3,6 м. Для удобства работы тракториста погрузчик может быть оборудован джойстиком, который устанавливается в кабине. Если необходимо частое навешивание и снятие погрузчика с трактора, есть вариант быстросъемного фронтального погрузчика. При этом подкладывать под стрел погрузчика ничего не нужно. На ней имеются специальные упоры для сохранения неподвижного состояния в снятом положении. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Аплодисменты. 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 Аплодисменты.